Добрый день! Компания УРОЛСПЕДСТРАНС представляет вам новый автомобиль автотопливозаправщик на шасси Scania. В названии это звучит УСТ 5354SA. Емкость какой-то новой конструкции, да? Нет, емкость абсолютно не новой конструкции. Нет, она 18 кубов. Единственное крепление изменилось существенно. Значит новая. Ну да, значит новая. Давайте по порядку. По традиции, немножко сначала по шасси. Значит шасси у нас, что интересно, заказчик видимо застраивает автомобили именно на синей кабине. Это корпоративный стиль компании, не буду говорить кто. То есть застраивать было достаточно интересно. Мы обычно красим в цвет кабины емкость. Но в этот раз нет, в этот раз было согласовано. То есть нам карта окраски была согласована, каким цветом. И еще из необычного в окраске тут надпись огнеопасно выполнена пленка черного цвета. Ну вот есть характерная особенность. Это в принципе мы готовы учитывать. Так, ну шасси. Шасси полноприводное серии XT. Да, почему-то закрыто. В какой-то веке почему-то закрыто. Шасси с этой стороны открыто. Ну ладно. Да. Кабину мы потом, попозже. Это уж да. Так, ну в общем-то полноприводное шасси. На двускатной ошиновке. Бриджстоун. 315х8 СР 22,5. Подспустилось колесо-то? Нет. Колесо это не подспустилось. Нет. Это нормально. То есть достаточно мягкая резина. Направленный рисунок протектора для управляемой оси. И рисунок протектора для ведущих осей неуправляемых. Интересно. Ну 84-22,5. Но уже протектор более развитый. Так скажем. Более адаптированный для более худших условий эксплуатации. АТЗ-15. Двух отсечная. Емкость 5 кубов и 10 кубов. Две емкости. Значит из стандартного. Пеналы из нержавейки. Лестница. Трап подъемный. Так. С мемоупором. Вы как интересно положили в эти. Ну это часто очень укладывают. Мы сейчас это размещение рукава вдоль емкости. Ну давайте на этом немножко остановимся. Значит фактически считается что допустим размещение рукава на катушке это с одной стороны очень красиво эстетично но не всегда удобно. Почему? То есть когда мы разматываем шланг а рукав у нас длиной обычно 10 метров. Когда мы этот рукав разматываем получается он у нас попадает снежную кашу в грязь. То есть заправляет машины круглый год. Этот рукав набирает на себя большое количество так скажем шуги. То есть та которая образуется разлив топлива. То есть вот это вот кажется она очень активно налипает на рукав. После этого это все должно смотаться на катушку. Это такое не очень уже не эстетично получается. И не совсем практично. Катушки разные бывают. Работают не работают. И хорошая импортная катушка стоит очень неплохих денег. Поэтому клиенты очень часто выбирают размещение рукава вдоль емкости. Очень удобно. Даже если рукав у нас очень грязный. Он у нас находится всегда снаружи емкости. То есть грязь это грубо говоря не то что она отвалится. Но по крайней мере она будет находиться на улице. Она не попадет ни в ящик СРТ. Она не попадет в ящик УВТ. То есть она находится в своей постоянной среде. Рукав очень хороший. Достаточно чешского производства. Это симперит. Долго мы искали рукав какое применять. Ну вот остановились пока на этом. Значит что у нас здесь. Здесь у нас место не освободилось. Но это позволило более компактно разместить оборудование. Что здесь необычного. Здесь у нас не сказать что необычно. Здесь у нас стоит насос SVN 75. Обычно мы ставим 80 насосы. Ну это опять же пожелание клиента. SVN 75. Значит что мы здесь видим. Стандартный счетчик. Класс точности 0.25. Здесь же у нас размещена система СРТ. Система раздачи топлива. И УВТ. То есть есть у нас пистолет Пиуси. Есть у нас рукав дополнительный. То есть если хочет клиента растить. Он этот рукав может еще. Также он оснащен быстро разъемными соединениями БРС. Можно использовать короткий рукав. Вот буквально для пистолета. Чтобы кнопку что-то залить. Также можно использовать. Стыковать его с основным рукавом. И основной рукав можно использовать также отдельно. SVN 75. Производительность этого насоса очень высокая. Я бы сказал что этот насос именно для сечения. Для сечения ДУ-40 достаточно. Можно сказать даже слегка избыточен. То есть производительность этого насоса порядка 1000 литров в минуту. Самого насоса. Всей насосной установки. Что прокачал он через рукав. Через пистолет. Ну где-то порядка около 200 литров в минуту. То есть насос могучий. С хорошим запасом. Также здесь мы используем уже практически стандартно. Это фильтры фирмы не Хьюзер. То есть немецкие. Два фильтра перед входом насос с сеточкой 1000 микрон. И один фильтр уже перед входом счетчик 100 микрон. Эксплуатация вообще автомобиля без этих фильтров категорически запрещена. Клиент об этом знает. И надеюсь не будут баловаться эти фильтры куда-то девать. Их нужно регулярно естественно чистить фильтрующие сетки. Освобождать от мусора. Особенно это вот начальный период эксплуатации. Еще в требованиях руководства по эксплуатации написано, что перед тем, как это все будет эксплуатироваться, емкость должна пройти очистку. То есть фактически она должна быть очищена. После этого, так скажем, делается технологическая заливка, проливка, после частичного даже заполнения топлива. После этого, после этого чистятся фильтры и автомобиль может ехать. То есть автомобиль не то что пришел, в него сразу набухали 15 кубов, он поехал заправлять. Нет. То есть он пришел, какое-то количество топлива налили. Это необходимо. Емкость новая. То есть она пойдет сейчас в межсезонье. Там будет образовываться конденсат. То есть вот это вот окислы все равно будут образовываться. Там перепад температур, вода, влага. То есть это все необходимо вытолкнуть. После этого устойчивая образуется пленка внутри емкости. И после этого чистятся фильтры. Ну и слава богу, надеемся, что она пойдет дальше работать без сбоев. А емкость чистится как? Пропаривают ее? Нет. Пропаривают ее? Нет. Просто заливают определенное количество частично топлива все-таки. То есть крупные компании, они знают прекрасно, что это такое. То есть для того, чтобы вот ее залить, слить, то есть нужно понимать. То есть достаточно в лояльных режимах это должно произойти. Не нужно сразу пускать машину в бой. То есть нужно какое-то количество топлива пропустить через систему, почистить фильтры и потом запустить ее уже в работу. Сейчас ящик абсолютно стандартный. Краны мы используем компания «Энергия». межпланцевые. То есть они используются достаточно долго нам я уже. В принципе нареканий каких-либо нет. Значит здесь у нас применяется в этот раз, вот не в этот раз уже достаточно часто, это ящики фирмы «Дакен» итальянской. То есть пеналы у нас идут «Дакены» и ящики «Дакены». Дакены не все хорошие, сразу скажу. То есть вот эти вот выглядят очень-таки неплохо и надеемся, что тоже будут работать достаточно хорошо. А какие не очень хорошие? Не очень хорошие. Есть ящики, так как пенальчики, они с поднутрением. Вот здесь вот. Когда замочек стоит, у них скапливается какое-то количество влаги. После этого эта влага постепенно перетекает в сам короб и там все начинает плавать. Так, особенность пенала. Не то, что особенность пенала. Пенал ничего особенного. Дакен и Дакен. Ну, хороший, качественный пластик, все. Но внутри этого пенала сам огнетушитель установлен на металлическом кронштейне. Многие производители на этом экономят и просто ленточками крепят дополнительный огнетушитель, что не является хорошим. То есть огнетушитель, чехол, вот этот пластиковый пенал, служит только для защиты от атмосферных каких-то воздействий. Лучей солнечного света и дождя, снега, грязи, всего остального. Сам силовая нагрузка вот на самом именно кронштейне, на котором стоит могучий огнетушитель. То есть он может вылететь, что ли, если его просто на лентах они крепят? Конечно. Он может, ну, просто отвязаться, развязаться. Сам пластик вот этот вот, я еще раз говорю, он для того, чтобы прикрывать. Ну, здесь боковая защита, выполнена с требованием технического регламента. При желании ее можно откинуть. То есть они все просто, все элементы, компоненты откидываются. Вот они присутствуют. Здесь даже получается, вот эту боковую защиту связали с коробом ящика SRT-OVT. Ну, наверное, это хорошо. Крылья стандартные абсолютно. Всем нравятся эти крылья. Хоть они и трудоемкие, хоть они и, так скажем, достаточно дорогие, все равно мы эти крылья ставим. Коробчатая конструкция, стальные, системы брызгозащитные, ну, естественно, брызгозащита, требования это ДОПОК. Противооткатные башмаки остались на прежнем месте. То есть как они пришли вместе с шасси. Здесь есть небольшая площадка, позволила разместить знаки опасных. То есть для заправки емкости там еще что-то, когда необходимо их ставить. Установили, заправляем, сливаемся, заливаемся и так далее. Так, здесь второй пенал, здесь таблички. Здесь у нас единый слив из короба экологического. То есть если будет происходить разлив, то сливаться все будет сюда аккуратненько. Здесь у нас дополнительный, не дополнительный, ящик ZIP. Стандартный, металлический. Очень неплохой. Запирается на ключ. С хорошим уплотнением. Хороший ящик. Так, это точки заземления. Эти, именно вот эти отрезки, вот видимо, видим здесь шов, да, сварочный. Они выполнены из низкокоррозионной, короче, из нержавейки. Да. Так, ну здесь у нас пенал. Так, отсюда мы видим донные клапана. Донные клапана фирмы Nehuser. То есть один угловой и один Т-образный. То есть для организации слива в общий коллектор они присутствуют. Значит, емкость мы постарались максимально обнизить. То есть она пониже стала стоять. То есть это позволило как раз применение вот данных донных клапанов. Ход у нее есть и он ограничен подушками. Резинные подушки, это площадка. То есть при максимальном кручении кузова эти начинают работать эти упоры. Так, ну и здесь в принципе все идентично, все одинаково. Как обычно, стандартно, что выполняется обычно по требованию скани крепления. Полуподвижные опоры. То есть сначала идут подвижные опоры. То есть они могут перемещаться вверх-вниз за счет пружин. И здесь обязательно есть зазор для того, чтобы он перемещался вдоль. То есть вдоль емкости. Здесь то же самое. Потом идут полуподвижные опоры. То есть они уже вверх-вниз не перемещаются. Они могут только смещаться относительно лонжерона. И потом пошли неподвижные опоры. Все, в общем-то. Бак небольшой, алюминиевый, по-моему, на 350-400 литров. Но это, опять же, требование уже заказчика. Держатель запасного колеса размещен за кабиной с лебедкой, с рукояткой вращения. То есть здесь все предельно просто. То есть один человек может спокойно ее отвернуть, приподнять, вывести. Если вот здесь место есть, опустить, заменить колесо и также его поднять, установить. Так, ну что, можно переходить, наверное, в кабинет. Есть у нас по емкости еще какие-то вопросы? На верх не полезен? На верх? А что там делать? Нет. Там стоят у нас крышки промприбор соответствующие. Там у нас стоят дыхательные клапана также. Ну, не особо там интересно. Ну, и здесь вот заботливо приклеено нами, значит. Назначная бумага. Да, противоскользящее покрытие. Значит, здесь есть дополнительная ступенька. Только ограничение есть вот на лестнице, чтобы туда не шагнул человек. Это уже не первый раз такое что-то я вижу. Возможно. Возможно. Видимо, такое есть. Ну, ограничивать, да. Здесь что интересно? Значит, крышка. Промприбор. Качественный промприбор. Тут вопросов никаких не возникает. Производитель старый, надежный. Есть. Он отвечает европейским требованиям по ДОПОК. То есть по безопасности, по перевозке опасных грузов. Значок ЕН есть. Так что здесь все нормально. Также на дыхалках. Вот он, значок ЕН. Воды-то сколько здесь? Ну, она как только. Она куда уйдет? Она вся уйдет вон в то отверстие и сольется. А, вот потому что не бывает. Ну, здесь газовый упор. Но это мы давно уже применяем. Газовые упоры. А работают они? А где она будет работать? Ой, она будет работать где-то в центральной части России. А, нет? А там говорят на севере бесполезно ставить эти газовые упоры? Ну, газовые упоры. Для кого не секрет, все дело в качестве газового упора. Куча легковых автомобилей ездит с этими газовыми упорами, которые держат крышки багажников, которые держат капоты и так далее. То есть газовый упор это всего лишь качество. Хороший газовый упор будет работать годами. Нехороший газовый упор будет работать полгода-год. Так, ну, что у нас здесь есть интересного? Здесь, в общем-то, комплектация не очень, так скажем, не самая лучшая, но и не самая простая. Простая. Во-первых, спальное место. Это так называемое дневное спальное место. То есть фактически сдвинув сидение пассажира, можно опустить полку. Она заужена здесь слегка. То есть если работает один человек, водитель, и убрав одно сидение, ну, мы как-то складывали это. Полка опустится. Да, вот есть замочек, ремень, который держит ее в поднятом состоянии. Полка опустится и может перебывать. То есть, в принципе, ее можно не убирать, когда работает один человек. Да, то есть вот эта выемка будет, ну, до определенной степени ограничивать ход спинки, но все равно будет достаточно. Здесь у нас рундучок, стандартный, мануал. Вот это, в связи с тем, что шасси ADR-ное, производитель так заботливо прикладывает таблички. То есть, если мы по табличке делаем какие-то наклейки, видели на капоте, да, у нас есть стандартная она пришла, то есть не этому. Здесь есть обозначение циферки, с которыми можно набрать фактически, да, неметаллический класс перевозимого вещества и наборными вот этими буквами, и менять их. Таблички, которые лежат в ящике, внутри кабины, они вставляются сюда. То есть, набор из символов циферок. Ну, это пустышки. А, это пустышки, вместо них устанавливается. То есть, их можно извлечь, установить, они фиксируются вот этими винтами, винт отвернул и наборно вставляют, чтобы они никуда не развалились. То есть, если это будет... Ну, бывало такие, приходят, специальные шасси оборудованы вот с такими табличками. Очень удобно для водителя. Здесь у нас есть стандартная аптечка с Каней, фонарик, жилетка. Фонарик. Так, это кабеля у нас дополнительные для подключения. Система подогрева. То есть, здесь даже есть вот что-то с розеткой. 220 вольт. Фонари, освещение, шланги подкачки и так далее. Ну, в принципе, стандартно. Это хорошо. Но что меня здесь удивило, очень меня здесь удивило. В предыдущем отдавали мы предыдущие шасси, и я пытался вот как раз мне смогу понадобиться. Я пытался пристроить телефон. Еще говорю, как так? Ничего не лезет. Смотрите, что появилось в этот раз. Ух ты! Откуда что взялось? То есть, то ли слышали они о нас, то ли увидели. Ну, теперь шикарная просто есть панель, которая вот фиксирует смартфон. Они самые маленькие. Она еще нет? Да, она еще немножко крутится. Но так как это все-таки грузовое, такое исполнение достаточно жесткое. То есть, она регулируется, она перемещается. Можно регулировать угол наклона и так далее. Ну, то есть, вот появился. Оказывается, есть такой аксессуар. То есть, видимо, его нужно заказывать просто. Держит очень хорошо. Фирменный. Здесь у них велосипедный. Это звездочка и грифон. То есть, все есть. Все стандартно. Полноприводное шасси. Полный набор блокировок. Люка, как мы видим, нет. Бардачок там вот есть, наверное, там что-то есть в нем. Что-то маленькое должно быть. И здесь, по сути, ничего толком нет. То есть, можно туда... А что, ничего и не положишь? Да, туда ничего не положишь. Потому что мануал присутствует здесь. Ну, там можно закрепить какой-то планшет, еще что-то какое-то специальное. Фактически, вот это вот для доступа к блоку-предохранителей. Там нижней вот этой консоли. Приемник, магнитол. А, вот здесь интересно. Две SD-карты. То есть, когда две SD-карты, значит, о чем это говорит? Первая SD-карта, это под музыку, медиафайлы. То есть, для водителя побаловаться. Вторая SD-карта, это уже система навигации. То есть, он может загружать через нее карты навигационные и так далее. То есть, это уже и так достаточно интереснее будет. Мультимедийная установка стандартная. Естественно, клавиша DAPOC в исполнении. Роглонас, тахограф, штрих-м в соответствии с требованиями EX. Вот у них есть значок специальный, значок EX. Это для перевозки опасных грузов. То есть, сертифицирован. В принципе, его можно использовать даже для Европы. USB-выход, AUX-выход, еще и один выход USB здесь под зарядку. Прямо пока, что заряжается только вот этот USB, скорее всего, стыкуется уже с мультимедийной этой установочкой. Прикуриватель, ключики, подстаканники. Прикуриватель, брелок там, да? Да, брелоки обязательно. С телефоном. Да, но они не просто это пластмасска, это и функционал определенный. Это, ну, как дистанционное управление. То есть, ну, нельзя сказать, что это противогонка. Нет, ну, как мы привыкли, да, пик-пик. Нет, это запирает машину, ну, как центральный замок. Так, из наших кнопочек здесь, ну, естественно, первый отсек, второй отсек заполнено стандартно. Эта табличка говорит о том, что установлен устройство ограничения скорости. То есть, оно не отдельным устройством, оно выполнено функционально в блоке управления двигателем. Ограничивает это клавиши управлением круиз-контролем, управлением мониторами. Эти клавиши управления информационным дисплеем, выбор режима работы. Там несколько режимов работы. Ну, так, все то же самое. То же самое можно управлять круизом с этих кнопок. Ну, и все. Плохо, что нет вот здесь подрулевого переключателя, который у нас обычно работает вместо этого рычага. То есть, обычная механическая коробка передач. Ну, так же, скажем, очень надежная. Стекление стоит на стекле, видно, да, вот эти полнистые линии? Это подогрев, подогрев стекла, да. Ну, это тоже все, так скажем, все это нужно, все это качественно. То есть, подогрев стекла хорошая вещь. И на легковых автомобилях многие знают, что это такое. Очень удобно. Здесь у нас козыречки. Таким козыречком закрыл, так закрыл. Ничего не мешает. Ну, в общем-то, наверное, все. АТЗ-15, два отсека. Производство Уралспидстранс. Подписывайтесь на канал Уралспидстранс. Ссылка на эту модель будет в описании под видеороликом. Смотрите, задавайте вопросы, пишите комментарии. Всего хорошего, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok